Я представляю перед вами Центр новинклавной юридичной допомоги. Я старший ликарь из МИНы. Меня зовут просто Андрей. Фамилия моя Морчук. Мы собрались здесь для того, чтобы провести занятия для обывателей. То есть для обычных граждан Одессы, которые ведут повседневный образ жизни, которые никогда, скажем так, не сталкиваются с медициной, ничего. Для того, чтобы знать, как правильно вести себя в этих ситуациях, как оказывать себе помощь и взаимопомощь. Не дай бог, если с нашим городом будет что-то происходить, то это будут не единичные какие-то травмы и тому подобное. Это, как правило, будет массово. Значит, если у нас происходит массовое какое-то бедствие, значит, естественно, у нас появляются пострадавшие. Их появляется довольно-таки много. В том числе это может коснуться каждого из нас. До прибытия медиков или скорой помощи может пройти разное количество времени. Значит, и у нас стоит задача на этом этапе спасать жизни свои, жизни пострадавшего и то же самое помогать медикам. Значит, первое, что? Не должно быть паники. Второе. Значит, медработник вам никогда бежать не будет. Не будет. Потому что если он будет бежать и не соблюдать осторожность, значит, он может пострадать сам. Если пострадает он сам, значит, он не сможет оказать ту помощь, которую он в состоянии оказал. Значит, с чем мы в первую очередь сталкиваемся? Это у нас кровотечение. Это мы должны все запомнить. Первое, что у нас должно идти, это остановка кровотечения. Второе – это дыхание. И третье – это сердечно-ликочная реанимация. Это те вещи, так называемое колесо. Значит, все, наверное, знают, существует три вида кровотечения. Это капиллярное кровотечение, генозное кровотечение, артериальное кровотечение. Значит, по поводу капиллярного кровотечения, наверное, вообще не надо останавливаться. Все знают, что это осаднение, какое-то тут покраснение и все. То есть здесь, как я говорю, на руку подумали и побежали себе дальше. То есть с такими осаднениями к недроводнику мы даже не подходим. То есть это промыли эту поверхность пораженную, если есть перекись водорода 3%, если этого нету обычной водой и какая-то повязочка. Все, то есть с такими вещами мы к недроводникам вообще не обращаемся. Второе – это генозное кровотечение и самое страшное – это артериальное кровотечение. Все, наверное, знают, что такое генозное кровотечение, что такое артериальное кровотечение. Я вкратце напомню. Есть какая-то рневая поверхность. Если в ней кровь темная и она не пульсирует, а просто так потихонечку вроде как накапливается, это генозное кровотечение. Значит, если это артериальное, то кровь более светлая, вот как недосмевшая лишняя, и эта рана у нас постоянно пропульсирована. Если, допустим, этот артериальный сцит может быть где-то выше, то вы будете прямо видеть такое цвырканье, как со шприца крови. То есть вы тогда сразу понимаете, что это артериальное кровотечение. Но с учетом того, что мы сейчас все, когда капуста одеты, то есть различить какое-то кровотечение артериальное и генозное на вот этом вот нашем первом этапе – это не приходится. Для остановки кровотечения можно использовать. Значит, ну, первое – это жгут. Все, наверное, автомобилисты, все, кто с этим сталкивался, аптечки, особенно советские, вот этими вот жгутами были оснащены. Это то, что доступно. Есть, конечно, классная вещь – это у нас турникеты. Но, к сожалению, на сегодняшний день даже ТЭР оборону полностью этими турникетами обеспечить пока не могу. Да, вот сейчас вот хочу сказать огромную благодарность нашему МВРу. Мы буквально позавчера получили гуманитарную помощь с Марселя. Пришло три автомобиля Мерседес. Они были в Марселе под МЧС, под медицинной катастрофы. Там был ряд медикаментов, в том числе были сумки, так называемые гемостатические сумки, в которых уже были укомплектованы эти сумки вот этими турникетами. То есть это вещь обалденная, но я вам хочу сказать. В наших реалиях у нас эти турникеты может выполнять любой ремень пояснивой, любой автомобильный пояс безопасности. Абсолютно. Он работает шикарно. То есть что мы делаем? Да, мы начинаем давайте по порядку. Вот жгут. Он имеет две поверхности. Одна более гладкая, другая выпуклая. Всем понятно, да? То есть вот выпуклой стороной мы накладываем к телу, желательно, ну если это у нас вот как сейчас происходит, мы его накладываем по одежде. По одежде. Вот мы увидели, да, что есть на голени или на бедре где-то внизу, внизу, видим кровь, что есть повреждения ткани, да, и есть какая-то кровь. То есть мы выше этого места должны держить так называемый жгут. Мы его максимально растягиваем. Видите, вот он меняет цвет свой. Он становится более белым. Видите? Значит, вот первые наши нитки, то есть мы вот так вот взяли, чтобы у нас был какой-то запасной конец. Кто мне поможет? Кто мне где-то проводится? Вы знаете, как вы можете? Варина. 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 Значит, если это касается аркиры, то желательно, чтобы нашу, я говорю, лапа, должна быть выше. То есть положили, растянули, вот взяли, чтобы был запас. Растянули. Сделали вот такой замочек. Замочек. Видите? То есть у нас рука будет освобождаться одна. Когда это хорошо наложено, у нас уже одна рука освобождается. То есть есть возможность перекинуть. Следующий тур мы практически накладываем на него же, но уже слабее. И вот наложили все, да, наше действие дальше. Если есть рана, мы смотрим, прекратила она кровить или нет. То есть на вот эту процедуру у нас где-то есть порядка двадцати секунд. На наложение жгута. Значит, если у нас жгута нету, да, вот, допустим, представим, что это у нас ремень безопасности или другой ремень. Накинули, завязали. То есть мы приживаем. Но так, чтобы можно было сюда вот просунуть ветка это, доска это, какая-то палка. И потом начинаем вращать. Видите? И здесь четко любым предметом вы сможете довести до такого положения, что вы увидите, что у вас рана уже не идет кровь. Только мы этого положения достигли. Все, мы вот эту палочку или чего-то фиксируем. Обязательно укладываем в какую-то записку, вплоть до того, что нету, ну нет ни бумаги, ничего. Но есть, допустим, какая-то пишущая ручка, есть какой-то маркер. Значит, нас вплоть до того, что можно написать на лду. Наложение жгута в такое-то время. Всем понятно, да? Ну пока да. Значит, дальше. Кровотечение мы остановили. Значит, следующий этап, ну пойдем так, что это не обязательно, что это ранение только мягких тканей. Это может быть у нас и ранение с повреждением трубчатых костей или еще каких-либо. Ну касаясь конечностей. Как мы понимаем, у нас ничего нету, кроме вот подручных каких-то средств. Да? Значит, кровотечение остановили. Следующий этап, допустим, если это есть действительно какие-то бинты или еще что-то. Мы прикрыли рану, ее тупо прибинтовали. Да, хорошо, что если у нас есть в наличии перекись, есть у нас и какой-то лейкопластырь, есть и то, и то, и то. То есть мы накрыли рану, значит, видим явная деформация, да, есть конечность. Если это у нас деформация предплечье, то в принципе в такой вот упаковочной коробке, вот такой обычной, самой обычной упаковочной коробке нам достаточно. Мы ее разорвали. Пока время, да, позволяет, мы ее можем развязать. Но есть ситуации, когда мы просто тупо ничего не имеем. То есть мы ее разорвали, сложили, сложили, вот такой вот ширины будет вполне достаточно. Мы ее сложили, создали жесткость, то есть укладываем вот это вот предплечье, чтобы пальцы, допустим, были свободны и просто тупо сверху бинтом или какой-то тканью мы ее фиксировали. Касаясь плеча, касаясь плеча, значит, естественно, что искать какую-то такую картонку у нас ничего такого нет. Значит, плечо мы укладываем предплечье на грудь и турникетами, ну то есть бинтом или какой-то тканью мы начинаем круг так, ушли вокруг, ушли сюда, вернулись, пошли чуть-чуть сюда под локоть, пошли на это плечо. То есть мы тупо ее фиксируем к телу, шурупы и движения, в принципе, даже с переломом плеча, пострадавший уже может передвигаться. Значит, вместо жгутов можно еще очень хорошо использовать автомобильные камеры, то есть порезать их на полоски, там, порядка 4-5 сантиметров тоже очень прекрасно работает, как показало у нас, как работает терроборона шикарно это все. Из того, что есть, ни в коем случае не леванует какую-то проволоку, какую-то проволоку, какие-то провода и затянуть, потому что зона маленькое прилегание, то есть идет сильное сдавление, то есть это, скажем так, мы делаем еще больше вреда, чем есть. Значит, еще вернемся к кровотечению. Пока месть мы видим, да, отрыв ноги, отрыв конечности. Пока месть под руками ничего нет, пока месть кто-то может приближать, чем-то вам помочь. Выходы, выходы. В крупных сосудах поверхности это локтевой сгиб, то есть мы можем передвигать здоровой рукой. Это место, то есть то же самое мы сделаем, что сделаем жгутом, мы остановим вот это кровотечение. Это подмышечная впадина, это подколенная и это пах с внутренней стороны. То есть вплоть до того, что если пострадавший лежит своим коленом, ему моглость паха вот сюда вот, мы коленом своим весом прижмем, мы выполним эту остановку кровотечения. И дальше кто-то сумел подбежать, помочь, там уже наложить жгут, и тому подобное. Значит, возвращаемся к нашим переломам, да, перелом бедра. Только опять ничего нет, есть только ткань. Что мы делаем? Все течение, допустим, там остановили, да, если есть какую-то провязочку, наложили. Просто тупо нога к ноге. И начиная от носков к пяткам, там, бедом, простыню, чем-то бинтовать сюда наверху. Все. То есть мы уже эту поврежденную конечность иммобилизовали. Значит, касаясь, значит, травм и ранения грудной клетки. Там, как правило, если это у нас идет травма грудной клетки, они бывают там двух типов, открытые и закрытые, но мы рассматриваем вопрос, где у нас есть рана, да. Значит, чего мы там боимся? Мы боимся там клапанного пневмоторекса. Это когда попадает воздух в грудную клетку, в бревральную полость, попадает сюда, и с каждым вдохом мы делаем вдох. Воздух через рану к нам зашел, делаем выдох, лоскуток, там, мышц, фасции, чего угодно, прикрыл. Делаем выдох, этот воздух, который зашел, он не вышел. Следующий вдох, опять порция воздуха заходит, и у нас, получается, идет смещение органов среди стене. То есть та вещь, которая приводит к шоку и в дальнейшем к смерти. Значит, естественно, что на этом этапе переводить вот этот клапанный пневмоторекс в открытый вы не будете, потому что вы не знаете, как это делается, все. Что необходимо? Значит, любой целлофановый клетчик, да, любая какая-то такая вот фольга и клейкопластырь. Это те вещи, которые нам уже подойдут для того, чтобы уже справиться с вот этим пневмоторексом. То есть на эту анонимную поверхность прикладывается целлофан, или это если есть индивидуальный пакет, вот мы его раскрываем, все, вот эта наружная отделочка, она идеально подходит. Но перед тем, как уложить вот это место, где будет у нас периметр, мы обязательно должны чем-то насухо протереть и заклеить это герметично лейкопластырем по периметру. Если мы это не сделаем, значит, мы не добьемся герметизации вот этой вот раны. И получается, лейкопластырь просто к мокрому не прилипает. Значит, ну, касаясь, допустим, терр-обороны, мы же можем столкнуться с тем, что кто-то из военных, из терр-обороны находится в бронежилетах. Значит, у нас что? Мы понимаем, что грудная клетка, спина и грудь у нас прикрыты, у нас остается века, у нас остается шея. Значит, вот на этом этапе, если мы видим, что это бронежилет, значит, что у нас должно кидаться в глаза, да? Что это у нас открытая шея и открытые быка. Сразу опа, с одной и с другой стороны, глянули, убедились, что это есть. Значит, с кровотечениями, с переломами мы разбираем все. Значит, стоит вопрос у нас еще, травма брюшной полости, да, открытая. Это, как правило, могут быть осколочные ранения, значит, где просто может передняя брюшная стенка быть вскрыта, где кишечник может быть просто на улице. Значит, ни в коем случае мы его не оправдываем ничего. Значит, какая-то ткань, мы его укрыли, укрыли, значит, или легкими турами бинтали. Бинтовали, или же ногу в одну и вторую приподнимаем и как-то фиксируем через шею. Ше есть, я не буду рассказывать о нем, все техники, но вы будете пользоваться тем, что у вас есть на данный момент под руками. Значит, травма позвоночника. Травма позвоночника касается чего? Это в первую очередь, это шейный отдел позвоночника. Это самое опасное, допустим, уже может быть. Значит, когда мы увидели какого-то пострадавшего, который где-то лежит, приваленный, что первое, что мы делаем, подвращая, подходя к нему, мы его пытаемся окликнуть. Вася, ты меня слышишь? Если у нас визуальные контакты есть, значит, это уже прекрасно. Если визуального контакта нету, значит, мы видим, что, допустим, снесено половина мозгового черепа. Понятно, что мы уже ничем, мы будем очень схожим. Значит, если у нас контакта такого нет, значит, первое, что мы смотрим, кожные покровы, как они выглядят. Обычные, допустим, они отрасли, или бледные. Значит, приняли на пульсы, посмотрели, ага, здесь пульса нет. Все, перешли на шею, все знают, ага, как это. Теперь наш порядок действий, порядок действий, вот, с самого начала, как мы себе это представляем, да, есть у нас какой-то пострадавший. Но это, скорее всего, уже если будет, будет не один. Значит, так называемый метод сортировки. Если мы видим, что там нет полголовы, то к нему нечего даже подходить. Если мы видим, что лежит кто-то, допустим, без сознания, а рядом лежит у человека, которого наконеченность, и он еще в сознании там что-то кричит, значит, первым делом мы работаем на него. То есть у нас стоит вопрос остановки кровотечения. Все, кровотечение остановили дальше, пошли глазами, поискали, но опять же подходим с осторожностью. Это и голые провода, может быть, и что-то не разорвавшееся, все что угодно. То есть идем уже к следующему. Значит, смотрим, что он подходит, да, человек так вроде как лежит, это может быть там обычная контузия, самая обычная. Или он дезориентированный, или просто без сознания. Значит, ага, подходим, посмотрели, пульс здесь есть, все, у нас он, скажем, опасения уже не вызывает, но не вызывает в том плане, что он вроде генодинамика стабильная у него, то есть давление там держит, дыхание у него нормально проводится. Единственное, чего мы можем опасаться, да, рвоты. Чтобы этого избежать, нам надо этого больного уложить на бок. Что-то нам для этого надо. Значит, сразу выгонули там, руки-ноги у него нормальной, видимой деформации, допустим, нету. Нам все необходимо, одну ногу выровнять, эту руку подвернуть, эту руку поднять, и эту ногу в колене согнуть. И все, и буквально там двумя пальцами вы любого человека завалите ногу. Завалили его, голова вот так легла, все. Будет у нервного, да будет слюна, там, допустим, какое-то носовое кровотечение, оно все будет выходить на руку. Все, вы ему уже помогли. Идем дальше. Значит, идем дальше в плане того, что посмотрели еще где-то что-то делать. Появилась возможность, там, набрались тут или, допустим, мы брали нас 15-50, но не ожидайте, что кто-то под выстрелами будет к вам ехать. То есть, такого не будет. Почему я говорю, что все зависит от нас на местах, что мы конкретно кому сделаем. Значит, все вроде да, как со всеми разобрались, этому не надо помощь. Допустим, есть чем-то там, вот, хотя бы голову накрыть, все накрыть. Значит, эти есть. Значит, их теперь надо перетянуть в более не менее безопасное место. Значит, с помощью чего это можно сделать? Какое-то покрывало, да, какие-то две носки под него засунут. То есть, наш обычный скотч в этом деле тоже очень хорошо всегда помогает. В любых вариантах, да. Клободки порвали, все штаны, где-то что-то, что скотчем заклеили, и все прекрасно держит, все работает. Значит, все, оттянули их в более безопасное место. И когда уже, допустим, едет какая-то медицинская помощь, уже кто-то старший говорит, вот здесь у нас тяжелые, вот здесь у нас есть какие-то легкие, а здесь просто там сидит напоминная бабушка. То есть, и уже медработник не начинает бегать, вот искать, где, где, чего. У нас уже есть. Конкретно. Вот у нас есть такие, вот у нас, допустим, там с переломом сидит, но он ходит. То есть, он уже в моментальной помощи не нуждается. А есть те, которым уже непосредственно часто надо оказывать помощь. То есть, но это все должно без хаоса. Потому что у нас было, что ехали на один адрес, значит, подъезжаем на вашу, вот сюда, 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 мы идем туда, начинаем оказывать помощь, потом выясняется, что мы оказываем помощь те, которые могли подождать, и те, которые нуждаются, находятся совсем на самом месте. Так, дальше. Теперь, по времени, на сколько можно накладывать жгут? Через зиму и 5 часа лет. Значит, жгут накладывается до 2 часов. В зимний период. Ну вот, первый жгут накладывается на полчаса. Но обязательно, допустим, эту конечность или всего, надо окутать во что-то теплое. Потому что есть кровопотеря, то есть, естественно, что носителя, скажем так, тепла нет. Значит, если человек без сознания, да, и у него пульс от 60 до 120, то есть, это тот диапазон, который не угрожает жизнь. Точно так же дыхание. От 8 до 30, это, наверное, много. То есть, где-то до 26, если этот диапазон дыхания сохраняется, пусть он, допустим, будет там без сознания, но, в принципе, угрожающего на данной этапе ничего нет. Если, допустим, ЧСС за 120, ну, еще, допустим, здесь прослушивается, а так посмотрим, вроде как, внутренних, наружных повреждений мы никаких не видим. Значит, у нас, ну, уже закладывается вопрос, что это может быть какое-то внутрибрюшное, внутригрудное кровотечение. Если это внутригрудное кровотечение, то мы там, скажем так, абсолютно ничего не сделаем. Если это, допустим, внутрибрюшное кровотечение, то, ну, представьте, вот мой палец, вот такая идет брюшная орта по толщине. она идет по церкви. То есть, можно попробовать, но, во всяком случае, попытаться это кровотечение остановить. То есть, рука упал в кулак на вытянутой руке и максимально вот в этой вот зоне от очевидного отростка до пупка мы ее просто вдавливаем вот в переднюю брюшную стенку. Есть шанс, что можно это кровотечение остановить. Но, во всяком случае, попробовать. А получится или не получится это ожог. Так, дальше, что у нас еще есть при лжетих воде? Значит, где взрыв, там, скорее всего, будет какая-то тепловая волна, то есть, могут быть ожоги. Значит, на этапе ожогов использовать пантенолы и тому подобное не приходится. Какая-то повязка и та же кипяченая вода или что-то холодное, что есть там, на место ожога прикладываю. Значит, носовое кровотечение. Оно и в мирной жизни. Ни в коем случае не запрокидывается голову. Голова только вниз. Эта кровь должна вытекать или не попадать в желудок и в дыхательные пути. Значит, дальше. Проходит у нас время, да, какое-то вот этих полчаса или больше. Значит, вот касаясь боевых условий, то, в принципе, там этот жгут, который наложенный, послаблять не рекомендуется. Пусть он останется там без какой-то конечности, но он будет живой. Значит, если мы уже видим, что где-то есть возможность куда-то доставить, там, допустим, самоходы, мы доставляем. Но если такой возможности, скажем, нет, а уже является какой-то медработник, то есть уже есть дополнительные, там, две-четыре руки, что можно попробовать. Значит, можно попробовать этот жгут послабить. Может быть, уже этого кровотечения не будет. Если недавно это кровотечение, вы увидите, что опять начинает фонтонировать, значит, опять накладывается жгут, один пальцем пережимает где-то выше, где выход сосуда, но он уже с раной, как вы говорили, видит это место. Второй накладывает жгут, но не на то же место, уже чуть выше. А надпись, которую мы сделали? Значит, делаем надпись или пишем рядом, что жгут, допустим, перерывая ножи. Если этого нет, а, допустим, в ранке кровь появляется, но она не пульсирующая, ничего. Значит, гемостатиков как-то кем у нас нет. Да, вы часы начали приходить, я думаю, там еще пару дней, и уже у нас этого злою достаточно. Есть такие пакетики, они, как правило, все зеленого цвета. Прямо в рану вот это не болит, затыкает. Нет, это не крем, это такое есть, как порошок, такое что-то, как смолу напоминает, но они разные. Прямо в рану затрамповали, то есть тампонада, затамповали и минуты три подержали. то есть, очень эффективно работает, на венозных кровотечениях очень хорошо устанавливает. Точно так же есть с гемостатиком бинты, но они есть, я их даже специально с собой не брал, я даже не брал специально с собой турникет, потому что, ну, когда его нет, а просто показать, что такая штука есть, и как ей пользоваться, то, наверное, нет смысла. А использовать, вот, особенно, вот, ребята сейчас ходят, вот, смотрите, он у него на плечах уже готовый, жгут. Ну да, нож, жгут. То есть, все у него есть. Значит, касаясь разрезания одежды, да, значит, мы режем не пошло, где-то рядом. То есть, ножницы есть, хорошо, нету ножниц. нож плоскостью завели, ребро повернули, протянули, дешево, разорвали, то, что можно рвать руками, рвем руками дальше. Опять уборлись, опять подрезали, все. Мы уже все видим, все это самое. Даже те медработники, которые приедут, им уже будет в дальнейшем быстрее, особенно, если это массовое, оказывают помощь. Значит, по поводу обезболивания. У всех, наверное, в сумочке есть какой-то аналгин, пенталгин, что-то есть, инупрофен, что-то такое есть. Дать, если это в сознании, разжевал пару таблеточек, забить водичкой, все. То есть, вот это то, что на нашем этапе, скажем, мы можем сделать. Дальше переходим, ну, допустим, к разделу травмы шеи, да, травмы шеи и травмы позвоночника. Значит, особенно касается тех больных, которые находятся без сознания. Значит, вот те, которые больны, пострадавшие, находятся без сознания, значит, вот там вот должен быть изначально подход ваш, потому что у него травма шейного отдела позвоночника. Это касается ДТП, то есть, по всем протоколам, это наложение воротника шансов. Потому что, может быть, ничего не быть, но может быть, там, ушиб, не говорю, за пеленом. что для этих целей опять же у нас есть, да? У нас есть упаковочный картон, обычный, упаковочный картон, который жесткий. То есть, или согнули, или подогнули. Значит, мы укладываем, вот, ну, надо сделать чуть-чуть, допустим, меньше. Мы его подогнули, завели сюда, завели сюда, и тупо бинтом, или какой-то одеждой, или плотком, или все. Мы забинтовали, все, мы уже шеем оденглопозвоночника зафиксировали. Да, может быть, такое, что, пострадавший, который в сознании, он, допустим, может даже ходить, но он говорит, у меня болит шея. Просто. То есть, такое же тоже нуждается в наложении воротника шансов. Значит, может быть, что в сознании, в сознании, но, говорит, что летом ног ничего не было. Да? Ну, это может быть просто искус такого человека, а в то же время может быть травма позвоночника. То есть, вы подходите, даете ему двоих пальцев, а ну, сожмите. Смотрите, как он жмет. Если где-то какая-то разница есть, а вообще даже об этом не надо думать. Сразу мы шеюшота наложили. Он от этого не пострадает, что он, допустим, каких-то пару часов походит с головой, крутящийся в листе с плечами. Но, во всяком случае, он будет в нормальном состоянии. Значит, касаясь каких-либо инородных тел, инородных тел, которые могут быть в броневой поверхности. Значит, если вы видите, что это плавает, и оно доступно полностью из-за осмотра, то, допустим, извлечь это можно. Извлечь, промыть перекись или же кипяченой водой. Все. Вы это убрали. Если это, допустим, что-то торчит, ни в коем случае мы это не извлекаем. Да, допустим, если оно какое-то большое, есть возможность его укоротить, откусить, или еще что-то сделать, мы эту процедуру проводим. Но не будем мы там с палкой два метра его, мы его первых никуда не засунем. То есть, мы максимально укоротили, но в таком положении он едет специально. Дальше. Если у нас ранение шеи. Что-то шею надо, чтобы снащить. Чего? Некоторые реальти, при носовом кровотечении. Особенно тещи. Значит, кровоснабжение головы идет с двух сторон. Справа и слева. Значит, что нам необходимо при этом? Ну, вначале пережать пальцами, да? Пережали пальцами ниже. То есть, мы говорим все, что относительно выше сердца. То есть, наложения жгутов идут от сердца. То есть, мы должны жгут наложить лиже к сердцу. Очень эффективно. Значит, одна рука поднимается с противоположной стороны от раны. И повязка начинается делаться, допустим. Саму ранку прикрыли, дальше берем жгут, нож-жгут, бинт, можно эластичный бинт, все что угодно. Вот, допустим, да, у нас что это есть? Вот это за коробочкой. Это айкос. Айкос. Жесткая, да? Жесткая. То есть, мы ее приложили вот этому вот месту и туго начинаем бинтовать. Туго. Когда забинтовали, эту руку опускаем, при опускании руки у нас еще больше затянется. То есть, понятно, что жгут на шею мы не накладываем. Значит, транспортировка пострадавших с травмами, допустим, позвоночника, да? Его особо, скажем, гинтовать нельзя. Желательно, чтобы это было что-то жесткое. Доски какие-то, вплоть до того, что снимается дверь с петелью. То есть, мы его тихонечко приподнимаем на бок, подсовываем эту дверь, желательно, чтобы она изначально остановилась, а ему под спиной. И потом заваливаем вместе с дверью. Дальше это фиксация на щите. Тот же скотч очень хорошо нам будет помогать. Вплоть до того, чтобы точно так же фиксировать голову. То есть, голову через лоб мы фиксируем, чтобы он на этом щите у нас может быть возбуждение. На возбуждении то есть, там надо эти конечности опять тоже зафиксировать. Какими способами придумываете сами. Или тем же скотчем примотали его руки к телу и так зафиксировали и дальше уже транспортировка с лица с лица что еще что еще из такого я забыл вам рассказать сердечно-речитая реанимация проводится ну скажем так один время сердечно-речитая реанимация это мало но во всяком случае начинать надо его одному значит признаки жизни да признаки жизни это что у вас сердцебиение дыхание сознания у нас нету дыхание у нас вроде как нету значит сердце вроде как еще где-то здесь услышали или не услышали значит обязательно мы смотрим вначале зрачок ну кожаные покровы допустим кожаные покровы снюшны но здесь вроде как пульсация есть потому что ориентироваться по дыханию оно может быть настолько поверхностно что вы можете даже это не заметить то есть если это днем глаза закрыли руку положили руку убираем глаз открываем и смотрим если реакция зрачка и свет есть то это один из признаков жизни если зрачок мутный уже то там уже ничего если допустим возможность у нас появляться заказывать помощь таким пострадавшим закрытый массаж сердца искусственное искусственное дыхание салфетка она идет с клапаном что уложится на рот и можно абсолютно спокойно делать значит сердечно-лечечная реанимация обязательно больной укладывается страдавшим на спину на спину на жесткое если это кровать это не подходит но на земле на полушек да нет это у нас уже жесткое то есть мы уложили становимся возле него на колени причем мы становимся так же наши колени грубо говоря в него упираемся давайте влощимся салфетки вот так вот так жестко жестко но у меня тут тоже конечно с другой стороны стать чтобы вы спиной не закрывали кровь давайте давайте попробуем будет кто-то помогать или нет да вы рассказываете но вы не завтра да нет все равно началь смотри мы выводим ей выводим голову если есть возможность что-то сюда подложить нет ну надо что-то значит вывели да голову посмотрели пальцем зашли в рот посмотрели чтобы у нас не было там никаких инородных нет никаких инородных предметов это может быть и в стороны и челюсти это может быть и земля и все находим ее груди да вот есть одна у нас точечка вот у нас есть два нас интересует вот эта вот зона ближе к очевидному отруску мы ставим руки вот сюда вот вторую руку сверху можно в замок это уже как кому будет удобно и на вытянутых руках не вот такие у нас руки а у нас чтобы мы давили своим телом значит у взрослого человека прогиб грудной клетки должен быть 5-6 сантиметров при адекватной реанимации не исключен вариант переломы то есть это характерно значит второй человек второй человек если подбежал нет ты ищешь нашла нашла вторую веру веру не стесняйся не стесняйся не стесняйся не стесняйся не стесняйся твоя рука вот тебе должна лечь не вот здесь а вот сюда вот и продавливая в одну клетку на 5 сантиметров подоспел второй человек значит он уже будет ей дышать будет дышать значит ну что ну вот у меня допустим есть мы уложили значит на 30 нажатий грудной клетки у нас два вдоха значит вдох осуществляем закрывая нос немножко выводя ей челюсть и не резко дует а вдуваем и будем целоваться то есть ей вдуваем значит при этом надо следить чтобы у нас грудная клетка чтобы мы видели что она у нас поднимается то есть тот который дышит он в принципе считает значит 30 нажатий два вдоха два вдоха значит частота мы за минуту должны делать порядка 120 нажатий значит это можете не поверить что это даже здоровый человек две минуты так покачает ему тяжело появляется кто-то уже третий или вы друг другом начинаете меняться или появляется третий который все значит чем мы интенсивнее ну скажем так будем качать без перерывов тем для пострадавшего это будет потому что мы создаем давление перестаем печать у нас это давление начинает пахать так что это не это это